Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Колесниковых. Я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на мой канал. На мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Ссылочку на него вы найдете в шапке моего YouTube канала. Мы переходим к Колесниковым. А у Колесниковых Виталина распаковывает вместе с Дариной те самые игрушечки, которые пришли им в посылки из Германии. Ну, якобы из Германии. Леша изо всех сил старается сделать действительно посылка из Германии. Хотя вот чем дальше, тем больше почему-то мне кажется, что все-таки посылка из их религиозной организации. Может быть, эта религиозная организация получила из Германии какую-то посылку, опять же с Аказией, и Колесниковым вот уже выдали. Не знаю, не скажу, но почему-то мне именно так кажется. Так вот, в этой посылке были игрушки, такие небольшие пони. Ну, и Дарина как-то странно их показывает. Действительно, то поближе их к камере поднесет, то подальше от камеры. И Света говорит, сделай так, чтобы я что-то видела. Ну, Дарина, недолго думая, и снова Свете показывает. Света говорит, да не я, чтобы видела, а камера. В общем, короче говоря, такое ощущение, что Дарина в период жизни вообще эту камеру увидела. Ну, или она специально нервирует Свету. Почему-то я более склоняюсь ко второму варианту. То трясла на этой игрушке. В общем, короче говоря, да, Дарина в своем репертуаре. Правильно, сейчас только цветочки, а ягодки будут потом. Очень интересно все-таки, что вырастет из Дарины, какая она будет дальше. Что она еще сможет показать, какие кленделя еще выкинуть тем родителям. Посмотрим, конечно, будем наблюдать дальше за жизнью этой семьи. Ну, и, конечно же, Настя тоже за кадром, она вместе со Светой говорит, ну, покажи, пожалуйста, боком эту лошадку, да, эту игрушку. Ну, показывает она боком. Теперь верни по-другому, Таноч, поворачивай по-другому. Ну, Настя уже знает, что да как лучше сделать, как работать на камеру, какой должен быть кадр, какая должна быть картинка в кадре. В общем, Настя молодец, да. А Дарина как Дарина. Такое ощущение, что Дарина вообще действительно впервые в жизни это все увидела. Хотя, в принципе, все эти дети снимаются практически с самого рождения. Кстати говоря, их никто не спросил, хотят они этого, не хотят. Родители решили, что дети будут принадлежать к этой религиозной организации, в которую входят родители. Дети с рождения там. Родители решили, что у них будет YouTube-канал. И дети с рождения принимают участие в съемках на этом YouTube-канале. Кстати говоря, о детях. Максим, я смотрю, и Анжелика уже не так активно снимаются. Ну, правильно, повзрослели, поумнели, возможно, и не особо хотят быть в кадре. Ну, а младшие дети пока вроде как еще хотят сниматься. И Колесниковы с удовольствием, старшие Колесниковы их снимают. Я имею в виду маму с папой Свету и Лешу. Ну, а дальше что? Дальше мы видим, что нам не только боком показывали, как выразилась Настя, боком покажена пони. Но нам теперь показывают боком Свету. Да, вы будете смеяться, но тем не менее это так. Света сидит и штопает, ну, не штопает, а латает дыры в лосинах Анжелики. Говорит, вот Анжелика, мол, упала, и на хороших таких теплых лосинах теперь вот дыра на колене. И Света по тайным швам пытается как-то эту дыру заделать, да, латку поставить. И Света, ну, не знаю сколько, может быть минуту, может быть две. Мы наблюдали Свету боком, да. Вот просто интересно, неужели на этапе монтажа нельзя было как-то вот перевернуть картинку, да, кадр повернуть. Или колесниковые все, что есть, все так сразу и выкладывают, да, все как есть. Не заморачиваются они ни монтажом, ни какими-то другими моментами обработки видео. Уж не знаю я почему. Очень интересно. Такое ощущение, что они вот как раньше, да, по 10 роликов, ну, 10 нет, но 3, да, они выкладывали раньше. Хорошо, пусть даже 3, да, вот такое ощущение, что они по 3 ролика в день выкладывают, и у них просто нет времени на монтаж. Они сейчас один ролик выкладывают в день. Один. И то бывает такое, что и пропускают в день. И тоже не могут найти время на монтаж. Очень как-то странно. Потом камеру повернули, и Света вроде как тоже вернулась в нормальное положение. Сидит Света на каком-то стуле у швейной машинки, насколько я поняла. И этот стул, ножка стула на какой-то то ли книжке, то ли на тетрадке какой-то. В общем, на полу валяется эта книжка или эта тетрадка. И стул на этой книжке, в общем, никому до этого нет дела. И это все, несмотря на то, что Света очень часто говорит, вот порядочек надо, вот уборочку надо, вот дети убирают, порядочек наводят и так далее. То есть это все только на камеру. Только выключается камера, сразу про уборочку, сразу про порядочек, все забывают. И можно уже стул водрузить прямо на книгу или на тетрадь, но не важно что. Все, что валяется, на все можно поставить стул и дальше как-то продолжать жить в этом бардаке. Света золотала телосинь, да, но вы знаете, да, потайным швом показывает, что это крайне долго, как она это делает. И почему-то не обработала на края латки. Да, сердечко там теперь на коленке у Анжелики вроде должно быть симпатично, но края латки не обработала совсем Света. И получается торчит эта латка со всех сторон, такие торчащие края. Не знаю, может быть так было задумано, может быть специально Свет так сделал. Но факт остается фактом, как-то неаккуратно что ли выглядит работа, как-то непонятно, как будто бы вот незаконченная работа, как будто бы все-таки надо подогнуть края так, чтобы они, во-первых, не обтрепались, а во-вторых, чтобы был вид какой-то более-менее у этой латки. Но хорошо, что Света подобрала трикэтажную ткань в тон этих самых ластин и как-то оно не особо заметно. С одной стороны, с другой стороны все-таки заметно, да. Да, и Света говорит, может именно на другой коленке тоже такую латку поставить. Ну, вроде как Анжелика не особо хочет. Ну, Света говорит, для симметрии. Ну, вот точно, как в детском садике обеих коленках. На одной достаточно, да, он будет, но надо все-таки как-то подумать про края этой латки. Кстати, говоря о том, что такой потайной шов, Света, наверное, слышала хотя бы название. Но никогда ничего не шила этим швом. Почему? Потому что она говорит, что видела много видео о том, как шьют и перешивают латки. Этим самым потайным швом. Очень интересно, Света вроде бы швия, вроде бы она заканчивала, учебное заведение, да. Вроде бы не специальная швия, но тем не менее, да. Хорошо, что есть всякий интернет. Ну, наверное, на ютубе я на этого видела, не знаю. Если бы она этого не видела, то я думаю, что ребенок рисковал бы остаться вообще, в принципе, без латки. Ну, или была бы латка, но, конечно, была бы пришита другим способом. Странно, что края не обработала Света. Очень странно. Края латки, я имею в виду. Ну, а дальше что? Дальше арахис, тот самый из посылки. Горстями, говорится, это поделили, а не поштучно делили. Ну, хотя бы это хорошо подумалось мне. Потому что, пока я вспомнила, как они делили тех червячков по одной той самой ниточке, это было зрелище то еще. Но тут прям арахис с горстями. Ну, и замечательно, думаю, пусть дети едят сколько съедят, да. Но, опять же, не только дети, конечно, ели, я так понимаю, что точно такую же порцию, будем так говорить, да, этого арахиса получила и Света. Кстати говоря, Леши в кадре не было. Наверное, Леши отложили, потому как, ну, не могли Лешу оставить без этого арахиса, да, не могли Лешу никак обделить. Поэтому где-то есть НЗ для Леши, я больше чем уверена. Вкусно, говорит Света, ну, конечно, вкусно. Понятное дело, что вкусно. И почему-то Света арахис называют орешками. Хотя, в принципе, да, и с немецкого переводится как земляной орех. Ну, вообще-то, насколько я знаю, арахис больше относится к бабу, чем к ореху, да. Максим колет дрова. Максим при помощи этого самого дровокола это делает, да. И рядом с ним две золушки этого дома, Настя и Виталина. Вот они помогают. Дрова сначала подают Максиму, причем этим занимается почему-то Виталина. И Настя говорит, может быть, не надо тебе такие большие дрова брать? И Света тоже говорит, не надо такие большие что-то, не надо, зачем? Ну, а кто это будет делать? Ну, вот кто? Ну, хорошо, Настя это будет. Ну, почему не Максим, в конце концов? А вообще, в идеале, конечно, этим заниматься должен Леша. Ну, на самом деле. Нет, надо, чтобы девочка маленькая, одна или другая, брали эти бревна. Ну, дровокол водружали бы, а Максим нажимал бы на кнопочку. Ну, вообще-то, конечно, да. Потом берут вот эти уже части, которые раскололись, и складывают в поленницу девочки. Я просто в ужасе, да. Света так нормально за этим наблюдает. Она пришла с камерой, да, руководит процессом и снимает это все. Ну, я просто в шоке. Света так сказала, Максим корит дрова, а Настя и Виталина ему помогают. А чем ты, Света, занимаешься? А почему тебе не дать камеру Насте или Виталине, да, и пойти помочь Максиму расколоть дрова, положить этот брусок на этот дровокол, да, потом эти вот части, расколовшиеся в поленницу. Почему бы тебе, Света, этим не заняться, не сложить? Я не думаю, что Света долго бы выдержала. Ну, а что, девочки? Девочки все выдержат. Девочки эти выдерживают очень много домашней работы. Практически с самого рождения на них водрузили эту почетную обязанность, да. Сказали, вы будете делать все практически по дому. Вот они это и выполняют. Почему не было Анжелики? Почему не было Никиты? Ну, Никита сам устранился. Он как-то сказал, я не хочу это делать, я это, соответственно, не буду делать. Ну, Анжелика попробую заставить, да. Ну, а Настя и Виталина две такие безотказные девочки, которые, в принципе, да, на которых можно ездить. Кошмар. Не знаю, как долго они еще выдержат в таком режиме жить. Но пока выдерживают. И колесниковы родители должны быть этим девочкам очень благодарны двум. Но почему-то именно этих двух девочек, они и не любят больше всего эти родители. Говорит святое о том, что завтра минус пять. Потом вроде как еще потеплее будет. Но топить все равно надо. Ну, естественно. Конечно, надо. Для того, чтобы поддерживать более-менее нормальную температуру в доме. И я так понимаю, что Настя и Виталина еще долго будут помогать Максиму складывать это все дело в поленицу. И вообще заниматься дровами. Настя говорит, меня укачивает. Думаю, интересно, от чего ребенка может укачать в сарае. И Света спрашивает, от чего тебя укачивает? Настя говорит, меня укачивает от дров тяжелых. Я не знаю, что Настя имела в виду под глаголом укачивает ее. Ну, насколько я знаю, укачивать может в дороге человека. То есть, тошнить его может начать. Если плохой вестибулярный аппарат. Правильно? Правильно. А здесь, ну, не знаю. Может быть, Настя хотела сказать, что ей уже дурно от этих тяжелых дров. Что она больше не может их оттаскать. Может быть, это имело в виду. Потому как, ну, по ее виду не было заметно, по внешнему виду, что вот ей плохо ее тошнить. Хотя, в принципе, как может тошнить, тоже непонятно. От дров. Может быть, от тяжести? Не знаю. В общем, если вы знаете, по какой причине может тошнить человека от тяжести, при каких обстоятельствах. И вообще, в принципе, может это быть или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Вообще, что Настя имела в виду, как вы думаете, когда говорила о том, что ее укачивает от дров тяжелых. Вообще, конечно, да. Возможно, Настя имела в виду такое, что ее уже тошнит от одного вида этих дров. Возможно, это, но, но. В общем, делят очередные вкусняшки, как говорит Света. Они уже все за столом на кухне сидят. И какие-то конфетки, какие-то мишки желейные, какие-то вот такие вот мелкие, какие-то дрожжи. В общем, делят эти все вкусняшки. И вы не поверите, поштучно. Интересно, опять же, возникает у меня парламерный вопрос. А Леша оставили? Что-то, потому как Леша не было видно, да. Я так думаю, что Максима и Анжелике оставили. Я почему-то предполагаю так, что Леша тоже не обдивили. Вот. Поэтому, да, Леша, скорее всего, когда появится дома, ну или когда он проснется, возможно, что он где-нибудь спит на втором этаже. Не обязательно, если его нет в кадре, он где-то на работе. Нет. Может быть, он где-нибудь спит. Вот он проснется, или там придет с работы и получит свою порцию вкусняшек. Ну, а как иначе? Мы все прекрасно знаем, что Света и Леша, они тоже любят сладкое, тоже любят вкусняшки. Нам популярно разъяснили это еще в прошлом году. Ближе к Новому году дело было, да. Ровно такую же порцию, как и дети, порцию вкусняшек получают и Света, и Леша, да. Потому как родителей нельзя обделять. И этим они, кстати говоря, очень схожи с Бровченко. Бровченко тоже считают, что родителям вообще надо есть еще больше. Даже не вровень с детьми, а больше, чем дети. Потому что они большие, а дети маленькие. Соответственно, родителям надо больше, чем дети. Ну вот, как-то так вот перекликаются мои подопечные друг с другом. Ну, а я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok